Новая встреча в рамках переговорного процесса по преднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» состоится в Братиславе 9 и 10 октября. В ходе встречи будет рассмотрен ход реализации мер по укреплению доверия, согласованных в рамках пакета «Берлин плюс». А также определены возможные дополнительные и новые приоритетные вопросы для дальнейших мер по укреплению доверия. В переговоры будут вести действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы, Словакии Мирослав Лайчак, а также спецпредставитель по процессу преднестровского урегулирования действующего председателя Словакии Франко Фротини. На встрече, которая официально известна как постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по преднестровскому урегулированию в формате «5 плюс 2» соберутся представители сторон Республики Молдова и Приднестровья, посредников из ОБСЕ Российской Федерации и Украины, а также наблюдателей на переговорах Европейского Союза и США. Ранее глава молдавского правительства заявила, что Молдова и её официальные представители не подпишут в Братиславе никаких документов и обязательств, которые противоречат национальным интересам страны. Майя Санду отмечала, что неоднократно обсуждала с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, а также с европейскими чиновниками тему преднестровского урегулирования. Политическое решение, по словам премьера, возможно только с соблюдением территориальной целостности Молдовы. К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного решения. «Всё, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через Приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе», – подчёркивала глава правительства. Премьер также заявляла, что она выступает против федерализации Молдовы. К тому же, добавила Санду, это невозможно без поддержки парламентского большинства, которого нет по данному вопросу. А также невозможно, поскольку и большинство граждан против федерализации.